Салют! Привет! Куда мы едем? С пяточком. Мы не скажем. Почему с пяточком сразу? Что у меня нос на пяточке похож? Это что? Вылитый он. Вылитый он? Угу. Всем привет, ребят! С вами снова Юля и Саша. И вы смотрите канал Куда Поехать. И сегодня мы приехали на набережную Тараса Шевченко. Отсюда открываются лучшие виды на Москва-Сити. И даже если вы никогда не были в Москве, я уверена, что вы точно видели эти красивые здания в кино, в рекламе, в клипах, в общем, где угодно. На самом деле строительство этого комплекса идет уже больше 20 лет и до сих пор продолжается. Но, Сашечка, точка отчета можно считать 1992 год, когда архитектор Борис Тхор предложил тогдашнему мэру Лужкову вот эту грандиозную затею. В общем, состоит он из, не знаю, там уже сколько зданий. Обещали, что их будет 16. Каждый имеет свое собственное имя. И большая их часть находится на той стороне Москвы-реки. И единственное здание, которое находится здесь, на правой стороне Москвы-реки, это башня 2000. Которая была построена одной из самых первых. И она соединяется со всем остальным комплексом при помощи знаменитого Москва-Москва-Моста-Багратион. В общем, пойдемте с нами, покажем одно из самых наших любимых мест в Москве. А пока вот это. И, кстати, здесь постоянно идут какие-то киносъемки, фотосессии, рекламу. В данный момент снимают рекламу, как поняла, Мерседеса. Очень красивая девушка в красном платье на фоне черной машины Мерседеса делает фотосессию. Это очень круто. Кстати, реально, ребят, с этой стороны самое удачное место для ваших фотографий. Потому что, если вы будете фотографироваться на стороне основного комплекса Москва-Сити, он просто не поместится вам в кадр. Но только в первой половине дня. Потому что во второй половине дня солнце будет контролемым. Да, имейте в виду, приезжайте сюда в первой половине дня и делайте классные фотки на память. Потому что отсюда виды просто шикарные. Первая башня, на которую сегодня мы смотрим, это башня 2000. И даже если вам название-то ни о чем не говорит, все вы ее наверняка видели в сериале «Не родись красиво», а также в фильме «Любовь моркови 2». Я ее видела там слишком часто, поэтому это первая башня, которую я запомнила лучше всего. И я так предполагаю, что название 2000 это потому, что ее открыли в 2000 году, правильно? Я же догадалась, да? Вот, и все, ребят, смотрите. Наверху этой башни есть какой-то ресторан, с которого открываются классные виды на Москву. Также здесь много офисов, всяких там магазинов. И на втором этаже или на третьем было очень прикольное кафе, где можно было поехать поесть комбо-обед за 250 рублей. Представляете, в одном из самых дорогих районов. Вот эти вот скошенные окна, вот это и есть ресторан, который в выходные не работает. А, в выходные не работают, но в будние дни, если будете здесь, там можно очень недорого и вкусно пообедать. Ну, собственно, предлагаю вам пройти внутрь, посмотреть, что же там и выйти, наконец, к мосту по-красивому. Вход на мост Багратион начинается прямо здесь, из хола здания, поэтому как бы вход абсолютно свободный, все могут пройти и выйти на мост. Пойдемте, посмотрим на это грандиозное настроение. Вот мы на мосту Багратион. Его открыли на 850-летие Москвы. Его длина вот так перебивается. 214 метров, ширина 16. Да, ребят, смотрите, это одно из самых любимых мест для фотосессии, потому что сюда приезжают, я сейчас жених и невеста, я даже знаю двоих таких, которые здесь были. Мы здесь были? Да. В общем, ребят, на этом мосту есть кафешечки, магазинчики, есть страволатуры, которые очень редко когда работают, и как нишу, вот отсюда открываются очень прекрасные виды, но здесь очень-очень мутные окна, и поэтому, если честно, фотографии отсюда хороших вы не сделаете. Но пройти по нему одно удовольствие, потому что, особенно когда на улице жара, вы идете в тенечки, идете с кондиционерным воздухом, с красивыми видами, можете купить чашку кофе, чтобы прикупить, и в общем, просто насладиться мыслью о том, что смогу красивые виды. Кстати, когда-то здесь была открыта верхняя площадка, она без стекла, там можно было очень здорово погулять, но по каким-то неведомым причинам, я не знаю, дом недавно закрыли, и теперь гулять можно, собственно, только здесь. Мы спускаем с вами по эскалатору, как раз сейчас выйдем, а уже на другую сторону Москвы. Торговый центр Афимол. Да, пока здесь набережная. Здесь? На красном прессе. На красном прессе. На набережной набережной. Пойдемте с нами. А пока мы с вами идем к торговому центру Афимол, хочу рассказать буквально два слова о том, как же сюда добраться. Удобнее всего приехать сюда на метро, на станцию выставочная, которая находится прямо рядом у Афимол Сити, либо международная, которая находится с той стороны Москвы Сити. Одно но. Две эти станции находятся на Филевской ветке метро, которая очень уникальная у нас в Москве, она как бы раздваивается. Поэтому, когда вы будете садиться на станцию Александровский сад или Киевская, обратите внимание на электронное табло, чтобы было написано, что поезд идет на станцию международную. И, собственно, через буквально одну станцию вы прибудете сюда. И не успели мы дойти до Афимол Сити, ребят, встретили прекрасную девушку, которая приглашает на открытую смотровую площадку Москва-Сити. По-моему, она единственная, насколько я знаю, в башне Ока. На высоте 354 метра. Какой этаж? 87. 87 этаж эта крыша. Ребята, можно привезти билеты на сайте, либо вот так вот подойти к людям, которые вас встречают, вас проводят, организуют экскурсию. Сколько это стоит и как все это происходит, расскажу чуть попозже. Поэтому давайте все-таки мы немножко поменяем планы, в Афимол сходим чуть попозже, а сейчас это прекрасная девушка. Пойдем поднимемся на открытую смотровую площадку, полюбуемся в Москве, потому что погодка отличная, виды, думаю, будет супер. Пойдемте. Посмотрите, здесь система такая, что касается билетов. Здесь нет каких-то определенных касс, куда вы можете подойти и купить. У вас есть два варианта. Либо на официальном сайте забронировать эти билеты, там будет указан телефон, куда вам надо будет позвонить, и вам объяснят, где вас будут встречать. Либо, как мы, просто приехать сюда к Афимолу и встретить людей, которые будут предлагать вот эту экскурсию. И они вас проводят уже к тому месту, где можно будет оплатить. И там у нас передадут гидам. Стоит подъем на смотровую площадку полторы тысячи рублей на взрослого человека. Если не ошибаюсь, 750 на ребенка. А до сколько лет? Так, сейчас, до 14 лет. До 14 лет, ребят. Пребывание на смотровую площадку, в принципе, неограниченное. Что там есть наверху, мы когда увидим, вам обязательно расскажем. И на всякий случай оставим в описании телефончик, чтобы вы знали, как забронировать себе билетики. Все, нас передали другой девушке. И мы идем все это дело оплачивать и подниматься. Зашли. И здесь написано, выше только любовь. Еще и наверху написано. Да? Можете оплачивать? Все, оплачивать можно. Здесь, ребят, можно оплачивать наличные, можно оплачивать карточками. Поэтому у нас только карточки, сейчас все это сделано. Нам дали два билетика на самую, или не самую, на единственную открытую площадку, которая находится в Москва-Сити, здесь прямо на крыше небоскреба Ока. И, кстати, мы уточнили, если вдруг вы заблудитесь, не позвоните и так далее. Вы можете самостоятельно прийти к башне Ока и на первом этаже, где мы только что были, при входе приобрести эти билеты. А если вы позвоните по телефону, скорее всего, вам назначат место встречи у Фонтана, на втором этаже Афимол, и группу соберут и поведут сюда. Поэтому в любом случае, как бы вы не забронировали билет, вы не потеряетесь и найдете. И побывайте здесь сразу, как и мы. Здесь, конечно, нет какой-то суперской подсветки, как в Дубае, но лифт достаточно простойный, и даже я со своей, так называемой, клаустрофобией тут не потеряюсь. Если бы мы были где-нибудь в Куалмапуре, в Сингапуре или в Дубае, то бы все было бы в мониторах и было бы красиво. Ну, подожди, подожди, все будет. Подожди, подожди, ушки закладывай. В общем, да, у нас наверху встретит уже третья девушка, поэтому нас так передают с рук на руки. Мы пока с Сашкой чувствуем себя отличным. Мы приехали на 84-й этаж, ушки немножко закладывают, но очень прикольно, да. Здравствуйте. Сейчас нас встречают и проводят на смотровую площадку. А здесь находится, кстати, ресторан, где-то вот прям вот здесь, русский, который считают самым высоким рестораном в Европе. Прикольно? Не будем рекламировать, у него так много патрищиков, но он ему показал, ты прошел. Ну, он рекламный просто. А, нас пересаживают на другой лифт, едем еще выше, на один этаж? На три этажа выше. Вышли мы из лифта, показали наши билетики охране, и еще два пролета, идем пешочком полезем. Короче, такое мероприятие не только интересное, но и очень спортивное. Ну вот, мы с вами, тадададам, барабанная дрова, поднимаемся на самую открытую, единственную открытую площадку в Москва-Сити, которая, как говорят, самая высокая в Европе. Обалдеть! Круть! Итак, что же вы получаете за ту цену, которую платите за билет? Во-первых, вы получаете прекрасные виды, но это не обсуждается. Во-вторых, у вас бесплатно угостят чаем в сувенирном магазине, который находится перед лесенкой. И в-третьих, насколько я слышала, что здесь есть вот эти вот штучки, на которых можно посмотреть на город, тоже совершенно бесплатно. Ничего не вижу. Может, я как-то настаивать надо? По-моему, меня обманули. Оказывается, все просто, ребят, надо было просто его опустить. Я смотрела в небо, и потом, мне кажется, там белое пятно. Все нормально, все работает. Все отлично видно. Тяжелый, конечно, но... А ну-ка выставим! Субтитры сделал DimaTorzok Площадка, конечно, небольшая, но действительно, с нее видно на 360 градусов Москва. И, что хорошо, здесь все перегорожено, ты точно не свалишься, не упадешь. И плюс ко всему, когда более холодный период, здесь вам также бесплатно могут выдать билеты, для того, чтобы вы любовались с городом и не мерзли. Кстати, прямо напротив нас находится башня Федерации, которая считается самой высокой башней здесь среди башен Москва-Сити. Собственно, в Москве однозначно тоже. По сравнению с ней, башня, закрученная башня, смотря, все очень крохотно. А что ты там спрашиваешь, что башню качают? По полтора метра. То есть, если сильный ветер, прям будешь чувствовать, как она идет. А ты не чувствовал, когда мы вышли из лифта? Нет. Да, пол-то уходит из-под ног немножечко. Почему? Такое ощущение слабое-слабое землетрясение, как Мексика. Ну, это же не опасно? Кстати, нет, не опасно. Знаете почему? Я читала про эту башню, что ее построят так, что даже если в нее врежется самолет, она не сложится и не разрушится, она это выдержит. Так что, нет, какой там ветер полтора метра? Ерунда, детский лифт мы не боимся, да, Саша? Мы же смены. Видосики наснимали, Юлька поснимал, а теперь пошел я отсюда. Как? Давай немножечко поспим. Так хорошо. Ну, пять минут, эти карли. Давай. Все, пять минут прошло. Да. В общем, нам надо идти теперь на другую смотровую площадку, башня, конкурент. Просто очень интересно их сравнить. Почему надо? Мы же это для себя делаем. Ну, вот я и хочу сравнить, просто какая же площадка интереснее, какая же площадка более такая, растакая. Здесь огромный плюс, в первую очередь, тот, что панорама 360 и она открытая. Это мне очень понравилось. И есть вот такие штучки, на которых можно потом полежать и отдохнуть. Но, времени резиново, пойдем. Погнали. Ну вот, мы спустились с небес на землю, она только что отпустила мои ушки. А, как вы обещали... Не спустили. Не, закладывал. А, закладывал. Как вы обещали, показываем, как вы входит в вход в башню Опа, ориентируйтесь на ресторан «Русский». А мы с тобой идем на самую высокую башню Федерации. Для этого нам надо с тобой отправиться в кассы «Ваффи-мол». Ну, ты ж понимаешь, мы сейчас с этой площадки видели ту площадку, она находится ниже. На 30 метров всего, Саша. Зато за цену билета ты получаешь какие-то фишки. Там 9 интересных зон. А почему мы не там еще? Ну, куда мы? Да, побежали. Вы спросите, почему мы до сих пор здесь, и просто Сашку замучил ностальгией. В марте 2009 года мы снимали кино «Черная молния». И именно на месте вот этого небоскреба, на месте этой башни Ока, мы делали взрывы. Взрывали бочки. А в кино это показали, как черная молния взлетает с реки. Это в котловане вообще все это делалось, очень прикольно. И, кстати, перебью твои ностальгические воспоминания, поверну тебя немножко вот так художественно. И хотелось сказать, ребят, если вы собираетесь приехать именно в башню Ока, вам лучше всего будет выйти на станцию метро международное, которое, кстати, буквально в 30 метрах от нас. Билеты на эту смотровую площадку продаются в Coffee Mall City на втором этаже. Но тут второй этаж, это тот, на который вы сразу заходите, потому что первый этаж, он как бы является ниже. Поэтому мы сейчас заходим в Coffee Mall и идем к кассам смотровой площадки «Панорама-360». Я что-то запутала, здесь столько станций метро появилось. Зашли в Coffee Mall, здесь сразу станция метро, деловой центр. Третий уже, поэтому если вам надо к кассам, выходите на деловом центре. В общем, вариантов много. И самое забавное, пока шли опять реклама, самая высокая смотровая площадка Европы. Короче, здесь какая-то куда ни плюнь, все самое высокое. Да, но до этого нам говорили то же самое на Ока. И, в принципе, мы с вами в Coffee Mall City. И вот здесь касса «Панорама-360». Покупаем. Билеты стоят 1200 рублей на взрослого, 1000 рублей на ребенка с 6 до 14 лет, до 5 лет бесплатно. Можно оплачивать как наличными, так и картами. Собственно, сейчас мы покупаем с вами два билетика. Купили мы билетики, плюс нам дали какие-то красивые карты, в общем, куча всего. Зашли мы в башню Федерации, здесь есть указатели «Панорама-360». Идем по ним, нас должны вроде как встретить. Сейчас нам с Сашкой предстоит подняться на лифте со скоростью уже 8 метров в секунду. Бум наверху меньше, чем за минуту. В общем, он подъехал, заходим. Кстати, я поняла, что это такое, ребята, оказывается. Это пароль от Wi-Fi, который можно воспользоваться наверху. И... Здесь есть уже зеркала. Можно размаж... Помахать, короче. А где это? Ух! Мы приехали. Здравствуйте. В стоимость нашего билета входит фотография на фоне Хромакея. И потом... Мы будем смотреться на Москве. Смотрите. Ладно, мне нужно положить камеру, потом выключать. Ну, скажу честно. Встретим нас очень приятно. Сказали сразу, что стоимость нашего билета входит вот эта самая бесплатная фотография. Нас фоткали, потом можем ее получить в сувенирном магазине. Во всех точках мира, где были мы, в основном такие вещи делаются исключительно за день. Кроме того, в стоимость нашего билета входит какой-то фильм о Москве, какой пока не знаем, посмотрим. И... Неограниченное количеством обороженного. С фабрики, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая высокая. Как фабрика, находящаяся... Больше всего от земли. Блин, хоть в чем-то переплюнули Дубай. А вот тот квест, о котором я говорила. В общем, надо скачать приложение, которое называется AR Moscow City. Вот так оно выглядит. И здесь есть какие-то интерактивные штучки. В общем, мы должны найти каких-то 12, по-моему, зданий. Если мы их найдем и соберем, мы получим какой-то подарок. Выросла башня? Да. Все, вот я прочитала годы строительства, сколько лифтов и так далее, и так далее. Ее особенности. В общем, все можно прочитать. И будете знать, что это такое. Не просто смотреть на красивую башню, еще и знать, когда ее строили, из чего, с каких этажей она состоит и какая в ней фишечка. Из смотровой площадки есть вот такие QR-коды, где можно вести маркер и прочитать что-то о достопримечательностях. Это делается по помощи специального планшета, который можно арендовать за 250 рублей. И, собственно, уже с ним вы можете подходить и изучать всю столицу. Вам подробно расскажут, что вы видите, как оно выглядит, почему это такое, как оно назвать. Здесь смотровая площадка как бы за стеклом. Да, это не открытая смотровая площадка. Но здесь есть огромный плюс, что нет крыш, которые попадают вам в кадр. То есть вы стоите, лягуете, собственно, ливыми небоскребов, мазки. Единственное, что немножко стекло с той стороны грязное, когда немножко фотографии, наверное, получите. А здесь что-то так, ну, как бы, детский клуб, или что, я так понимаю, можно оставить своих деток. Вот они очень весело проиграют в футбол, пока вы гуляете или обедаете в кафе, или смотрите на какие-то достопримечательности. Да, если вы выбрали, в общем. Вот сейчас, когда мы покупали билет, нам сказали, что это самая высокосмотровая площадка Европы. Но это не так. Потому что вот та башня, которую сейчас вы видите, где мы были только что, она находится, та смотровая площадка находится выше. Эта башня выше, но смотровая площадка и ниже. А вот оно, та-да-да-да-да, та самая, самая высокая в мире фабрика мороженого. Здесь идет целое-целое производство. И, как сказали, мы можем есть неограниченное, запомните, количество мороженого, которое уже входит в нашу стоимость, ребята. Короче, поняли, приезжайте сюда голодные. Пятное мороженое. Это только что приготовленное, то есть из-под кресла сразу. Есть замороженное. В замороженое можно окунуть шоколадом. Молочное, темное и белое. Потому что можно неограниченное количество, но полагаем начинать мягко, а такое нигде не попробуйте, только на пакет. Поговорили. Спасибо вообще. Аппетит, если что, приходите, слишком сильно. Такое нежное. Потрясающее мороженое. Слов нет. Оно очень нежное, таким сливочным вкусом. Прямо обалденно. Короче, ребята, очень классное место. Помимо видов на Москву, здесь придумано столько всего интересного, что... Ты что делаешь? Еле мороженое к нам подошел Пайк. Предлагаем? Да, илезионисты. Пайкайте, главное. Просто вы удивитесь, вы смотрите, есть три веревочек. Почти, а, почти, да. Если вы так сложите, вы можете заметить, что эти три веревочки совершенно одинаковые. Ведь одна веревочка будет у меня на шее, одна в руках. Сколько веревочек в руках, скажите? Две. Нет, одна в руках, одна на шее. Давайте, простой вопрос. Сколько кончиков на веревочке? Два. Нет, это бесконечная веревочка. Совершенно бесконечная. Два кончика просто поднимаем обратно на веревочку, И теперь вы легко скажете, сколько тут кончиков. Три. Правильно, четыре. Четыре кончика. Восемь квест. Восемь квест. Я положу восьморку квестей на определенное место в колоде. И вы легко сможете ее найти. Смотрите. Даже ничего делать не надо. Просто скажите стоп, когда захотите. На любой карте. Посмотрите, где вы остановились. Мы возьмем самый настоящий модель. Видите, чемпионат мира. Тут даже написано, чемпионат мира на футбол. Да. На программа 260. Мы берем монетку. И монетки с правой руки. Кажется, влево. Закон вы видели? Да. Давайте я покажу медленно. Чтобы вы могли заметить. Было видно, да? Если сделать это быстро, то вы уже не заметите. Поэтому покажем вам другой. Так, на самом себе, ущерб закон. Законы гравитации, которые работают не совсем правильно. Вот бытка падает вниз, а вот монетка падает вверх. Таким вот образом. Мы берем монетку. Пройдем в руку. Чуть-чуть вверх. Посмотрите. Монетка исчезает. И оказывается, на кулачке. Представили себе. Нет. Вот представьте, что монетка падает, она берет и перекликивает в другую руку. Откуда она так взялась? Вы предложили, да? Нет. Это наше внимание. Держите. Спасибо. Пасек за внимание. Это у вас был Павел Джаблэк. Походите еще. Павел просто супер, ребят. Хотя бы ради этого нужно подняться сюда на панораму. 366, это очень круто. Спасибо. Это очень круто. До свидания. До свидания. Это было очень круто, ребят. Я такого давно... Блин, такого никогда не видела. Вот смотрите, ребят, как это красиво. Как это аппетитно, блин, Савочка. Это очень вкусно. Спасибо большое. Спасибо. Давай. Давай. Да что ж сегодня за день такой? Это уже более классическое, да, мороженое такое? Темный шоколад, это что? Он застыл, корочка моментально. Как в магазине покупаете? Как в глазуле. Моментально здесь жидко, шоколад, застыл. Очень вкусно. Сейчас скоро стемнеет, пока Саша съест еще 4 порции мороженого. Поэтому будем вам сейчас покачать. Сегодня воскресенье. Сегодня мы должны были выйти в прямой эфир. Вот кто виновник, что мы не успели. Вот это он. Продал прямой эфир за попутник. Здесь полно всяких развлечений. И помимо этого еще есть эко-ресторан и кафе, где вы можете перекусить. Потому что время пребывания на этой площадке не ограничено. Что-то сейчас сядет. У меня, как всегда, 8%. Ну и что? Давай, давай, малыш, держись. Не ваталась. А мы пришли в сувенирный магазин, кстати, где мы можем взять фотографию нашу. И самое главное, с тобой найти кинозал. Мы еще не посмотрели фильм про Москву. Да? Ну, как всегда, сувенирный магазин. Можно купить, кстати, прикольные магнитики. Надо прикупить сейчас будет, чтобы подарить кому-то из вас. Смотрите, классные Москва, сити, такое объемное. Цену не скажу. В общем, за то, что я собрала все 12 зданий. Надо сюда подойти в сувенирный магазин, показать, чтобы все проверили, что все у меня честно. Вот. И я получу какой-то подарок. Ха-ха-ха. Это? Супер магнит. Который клеится куда угодно, на поверхность, к которой клеятся все магниты. Ну, судьба фония. Спасибо вам огромное. Привет. Вот. Мы, типа, на фоне Москва, сити. Кстати, отличная фотка, потому что вот так сфотографироваться, чтобы они все влезли в кадрах. Тяжело. Можете, можете. Заходим, заходим, заходим. А куда тут вставать? Все, поняла? В общем, здесь опускается вот такой экран. И здесь есть вот такие вот места. Это депиляция. Это же тросик. А нечего голову туда ссунуть. А вас не защупали? Саша, ты зачем туда голову ссуешь? Тебе так удобно смотреть? Добро пожаловать и приготовьтесь отправиться в путешествие по истории Москвы. Не сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Словам Москва. Александра, Александра, этот город наш с тобою. В общем, прикольный такой небольшой фильм по истории Москвы. Самое главное, в финале, действительно, вид на картинке. Картинка поднимается и точно такой же, абсолютно точно такой же вид за окном. Это был хороший финал, хорошая, классная экскурсия. Несколько назад, когда мы здесь снимали фильмы или рекламу, эта башня еще не была достроена. Мы были на верхушке вот здесь, башня ресторан Сиксти. И казалось таким высоким. Теперь представляете, новая башня гораздо выше. И мы там побывали. Спустились мы вниз уже второй раз. И хотим подвести итог. Все-таки двух самых-самых-самых смотровых площадок. Здесь на перебой идет очень большая конкуренция. На первой площадке башня ОКО, да. Плюс, что она открытая, но она не очень большая, ребят. Плюс, что тебя угощают бесплатным чаем и дадут тебе теплый плед, если будет холодно. И она самая высокая. Она здесь реально самая высокая, но по сути это все. На второй смотровой площадке панорама 360. Она закрытая, как бы да, это возможно минус от того, что грязные стекла. И она всегда получает классные фотографии. Но там гораздо интереснее провести время. За ваши 1200 рублей вы получите в подарок фотографии. Можете поиграть в квест, посмотреть фильм. И безлимитно есть мороженое. Сколько угодно. У меня поместилось всего лишь два. Поэтому там есть что-то игры для детей, там есть кафешки. В общем, мой личный итог, Саша, если ты свой скажешь, что виды лучше на первой смотровой площадке, а вот провести классное время интересно на второй смотровой площадке. И фоточки получить. И что касается цены? Ну, я думаю, для первой смотровой площадки полторы тысячи рублей. Дорога. Это много. Это много. Там не проведешь так много времени. Хотя безлимитно, но все равно там мало места. Здесь на второй площадке она пониже, она за стеклом. 1200 рублей. С магазином, с кинотеатром, с безлимитным мороженым. В самом высоком заводе мороженого. И в самом высоком небоскребе. В занесенном книгу Гиннесса. И в самом высоком небоскребе России. Поэтому наш вердикт. Если вы никогда не были в Москве и хотите реально сделать классные фотки на Москву... Лучше попробовать и то, и то. Вот Саша все собственно не сказал. Поэтому лучше попробуйте и то, и то сделать. Составьте свое мнение. Но если уж будете выбирать, имейте в виду, виды лучше на первое, провести классное время лучше на второе. А мы на этом с Сашкой наконец-то заканчиваем и пытаемся успеть на прямой эфир. Поэтому бежим к машине.